поздравляем всех кто голосовал за трампа на госуслугах дональд триумфально возвращается в белый дом шутят про то что дональд трамп назначена должность владимиром путиным в общем складывается какое-то такое ощущение что это не трамп победил а мы с вами но не рановато ли радоваться сейчас мы разберем по полочкам что значит выборы в сша чем трамп хуже или лучше харрис что у нас гражданской войной в сша как это отразится на и со что будет с санкциями с нас как всегда аналитика с вас подписка и колокол подпишитесь также на наш телеграм-канал так как учитывая недавнее удаление нашего youtube канала скоро это будет единственный надежный канал связи с вами издательство концептуал поехали и все таки вера в новогоднее чудо не истребимо у нас в сердцах нам так хочется чтобы жизнь была сказкой харрис баба его я трамп эдаким добрым молодцам вот только вот выборы в сша это не русская сказка и чтобы понимать суть происходящего нам придется на несколько минут нырнуть в теорию что вообще значит выборы как таковые сейчас расскажем когда речь идет про ну небольшой коллектив где все знают всех тут понятно в одних случаях вот эта группа людей столкнувшись какой-то проблемой сама выдвигает из своей среды координатора в других случаях кто-то один кто видит эту проблему проявляет инициативу собирает для решения этой проблемы команду людей и установит сам координатором и то и другое неоспоримо вполне демократично однако работает только в пределах но небольших групп которых все знают всех ну или почти всех а когда не знают вот тут есть две принципиальные схемы первый но это как раз то случай когда общество она управленческих грамотно в своем большинстве ну например школах стали преподавать основы социологии в том варианте как выпущено издательством концептуал это без привлечения 6 томов жареческого знания ну или не знаю там большинство уже во взрослом возрасте прочитала и освоила вот эти знания вы кстати поставьте видео на паузу и закажите себе пока бумажные книги еще доступны чем раньше начнете изучать тем проще будет внедрить свою жизнь чтобы сделать ее более благополучной а там глядишь и страна подтянется так вот в таком случае у нас первое нет дефицита управленцев потому что всегда можно подтянуть из какой-то конкретной области специалиста и он но обладая тем самым необходимым управленческим минимумом сможет компетентно потянуть лямку руководителя второе бюрократизм как явление минимизируется потому что в силу того что бюрократ ну это тот кто за бумажками реальных процессов не видит ему будет сложнее пробираться по лестнице потому что высокая управленческая компетентность у окружения но мы с вами живем в реальности понимаем что нам до этого еще трудиться и трудиться так вот второй сценарий когда грамотны только представители той самой корпоративно организованных кланов естественно априори придется смириться с тем что у нас дефицит кадров ну естественно прежде всего управленческих грамотных кадров с соответствующим снижением качества управления еще волей-неволей приходится стать заложником корпоративной культуры которая этих самых управленцев и порождает у нас какую вариант как вы считаете поделитесь мнением в нашем telegram канале так вот про выборы формально безупречная ну конечно с точки зрения управленческих безграмотных персонажей демократия предлагает всем всем выбирать или оказывать доверие тем кого эти все по жизни по труду по быту не знают это конечно формально безупречно по сути является фальшь демократии фасадом за который власть имущие делают свои дела с молчаливого разрешения толпы которая ходит не ходит на выбора выборы в сша это иллюзия выбора это всего лишь кастинг актеров на роль первого плана режиссер это сценаристы продюсеры никуда не уходят поэтому ничего принципиально не меняется только декорации на сцене в сша правят не президенты а транснациональной корпорации силовое лобби которых никто не выбирает это они выбирают скупают сенат конгресс президентов нам хочется верить что трампушка эдакий одинокий ковбой который играет свою игру и может потягаться с глобальным предиктором но нет он актер который и правда неплохо играет роль вот этого самого одинокого ковбоя но никто не хочет чтобы его сняли со съемочной площадки поэтому в полночь карета опять превратится в тыкву и после избрания никаких обещаний трампушка выполнять не будет это будет другой трамп давайте посчитаем сколько было санкции введено за срок его президентства больше чем милый уже дедушка байден вы давайте посмотрим что стоят за его лозунгами если заглянуть за фасад а буквально сегодня он сделал громкое заявление я собираюсь остановить войны больше никаких воин во время моей каденции это цитата если что так вот несмотря на такие лозунги громкие никакие войны не остановятся за трампом стоят хиты промышленности в частности военно-промышленного лобби помните что война это самый прибыльный бизнес в мире ну подумайте сами половина бюджета сша тратится на впк половина очень большого бюджета понимаете это крупнейший работодатель это завязано на впк сектора экономики вы думаете что представитель производственников посмеет тронуть вот эту основу на которой кормятся его кураторы что вы понимали когда впк сша нужно расширить свои мощности а это частная лавочка то правительство выделяет на это деньги на расширение этих мощностей а потом передать передает частным компаниям вот такое вот государственно частное партнерство и никто такие схемы менять не будет всех все устраивает и максимум что ждет это перегруппировка тактически перенесут внимание на иранский регион например вы думаете при харрис было что-то другое делитесь комментариями в телеграме а вообще если разобраться стран пожалуй похуже харрис потому что я меряю все с точки зрения благополучия моего отечества если враг ну а за нашими границами у вас друзей нет глуп и понятен то и тебе жить проще а умные а трампа можно обвинить в чем угодно но не в глупости с умным сложнее такой может так дружить что уж лучше враждовать владимир владимирович то вряд ли лукавил когда пожелал харрис победы а еще как бы у нас в разных кабинетах не побежали на коленках к американскому дядюшке идеологему вот эту преклонение перед западом очень сложно вытравить этот карга культ тем более что наш аппарат остался на месте практически а сильному белому господину прислуживать приятнее и доходнее вот вам собственно вся логика так что риски внутренней дестабилизации россии с трампушкой в качестве оппонента только возрастают есть правда те кто ставит на гражданскую войну в сша но слышали об этом но тут есть нюанс у нас по патриотическим каналам пошли гулять всякие там картинки вроде василий иванович ты за трампа или за харрис я за гражданскую войну в сша позвольте дать небольшое пояснение глобализация шагает по планете и все страны сейчас по сути представляют свой глобальный такой многоквартирный дом и как бы соседи между собой там не тявкались мы как бы не отгораживали железными дверьми если вдруг соседнем подъезде будет пожар то плохо придется потому что мы россия очень плотно завязана на мировой рынок все еще никакого реального импортозамещения у нас нет кто бы что не говорил а быть автарки наподобие сталинского сср мы в ближайшие годы пока не сможем для этого нужна огромная работа прежде всего в наших с вами головах поэтому события которые описаны фильме падение империи нам не очень-то будет сейчас к месту кстати рекомендую посмотреть для расширения кругозора обратите внимание что в сша этот фильм называется гражданская война а у нас падение империи ну что собственно понятно одно и то же событие по разному воспринимается в зависимости от точки зрения так что пока к пожару в соседнем подъезде мы не готовы нам было бы хорошо чтобы сша так медленно и печально затухали да но не громко падали помните что в конечном итоге после наведения порядка в своем околотке нам еще на всем земном шарике прибираться нужно будет мне будет приятно если вы поставите лайк и поделитесь с друзьями в соц сетях этим видео я жду ваших комментариев телеграме и ссылочка в описании на экране до новых встреч на концептуале пока